Беспощадная война, вспыхнувшая в клане Делонов, разгорается с каждым новым днем. Все поклонники Алена Делона с большой тревогой следят за развитием событий только на нашем канале, где вышло уже 8 ошеломительных видео выпусков и все подробности о том, что же там по правде происходит и за что воюют Делоны знают все подписчики нашего канала, а если вы пока еще не в их числе, то сейчас самое время это сделать и не забудьте включить колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши самые интересные новинки. После того, как самый младший сын Делона Ален Фабьен решительно встал на сторону брата, в этом деле стали намечаться первые положительные перемены. После первых договоренностей между детьми в войну неожиданно ввязалась японская сиделка, которая теперь хочет стать женой Алена Делона и на этом основании забрать себе все его наследство. Однако при обыске в ее квартире нашли коробку доверху набитую пачками евро, которая та похитила у семьи Делона. Все внимание на экран. Антони Делон, давайте сейчас попробуем подытожить все то, что было сказано до этого момента, чтобы у нас у всех была абсолютная ясность, что суть вашего конфликта с сестрой заключается в том, что вы хотели бы оставить его в душе, в том поместье, где он находится сейчас и живет в последнее время, в то время как ваша сестра хотела бы перевезти его в Швейцарию. Мы правильно это все понимаем? Да, да, это все абсолютно верно. Мы с братом хотим его оставить в душе, потому что это соответствует его абсолютной воле, его личному желанию и его состоянию здоровья. И эти вещи мы должны абсолютно все уважать. И мы с братом их абсолютно уважаем. Но даже если, например, завтра мой отец вдруг скажет мне, что слушай, ты знаешь, я хотел бы умереть на берегу Женевского озера в лечебной клинике, поскольку я хочу увидеть стены этой клиники, я хотел бы увидеть это озеро, то я скажу ему, нет вопросов, давай, давай, поехали, сейчас же поедем. Но ведь он об этом никогда не сказал, никогда никому не говорил, и такого вопроса никогда не возникало. Поэтому все вопросы о том, что его нужно транспортировать в Женеву, в Швейцарию, возникают только и исключительно по инициативе самой лишь только Аннушки, нашей сестры. Но вы когда-нибудь говорили, вот вы сейчас, например, в последнее время говорили хоть раз своим отцом, не хотел бы он, например, поехать в Швейцарию, не будет ли ему благоугодным? Может быть, ведь он и захотел бы увидеть Женевское озеро. Ой, нет, с моим отцом разговаривает его французский доктор, он много разговаривает с этим доктором, много с ним беседует. Это невероятный специалист, прекрасный, чудесный специалист в своем деле, который великолепно заботится о нем, и он большой профессионал, у него великолепная этика. Но вместе с тем мы должны принять во внимание, что у моего отца сейчас большие проблемы с тем, чтобы разговаривать. Поэтому особых разговоров и особых дискуссий на этот счет мы не предпринимаем, исходя из того, чтобы не осложнять и не утруждать его. У нас есть архивная видеозапись, давайте ее сейчас посмотрим. На ней видно вас и вашего отца. На ней ваш отец говорит о вас. Он говорит, что в 1977 году разговаривает с Мишелем Друкейром, такой журналист есть, презентер во Франции. Очень часто выступал в программах с Леном Делону. Все вы, зрители, видели его на нашем канале, как у черявы немножечко. Очень узнаваемая внешность. И вот этот разговор с Мишелем Друкейром. Мы могли бы сейчас его послушать? Давайте посмотрим. Ну, я думаю, что я довольно строгий отец. Это прежде всего. А что, Антони, он очень хороший сын? Ну, пока он еще не очень хороший ученик. Но я уверен, что это все придет. Я думаю, что у него есть пока на это время. Но самое главное, самое важное сейчас в том, что у него есть уже сейчас абсолютно чистая и прекрасная нравственность. У него великолепный ум и у него просто роскошное сердце. И вот такой вот он уже очень большой. Он большой уже, да? Ну да, уже довольно большой, если ему будет уже 12 лет. Он уже догоняет вас. Да, он уже сильно растет. Вот-вот уже и догонит. И вот сейчас, Антони, мы видим вас. Теперь вы уже защищаете вашего отца. Да, но вы знаете, что это все для меня очень сложно, потому что все, что происходит, это ситуация с моей сестрой, которая вчера приехала в душе только лишь для того, чтобы заставить нашего отца подписать какие-то бумаги против нас, которые она там составила, или ее адвокаты составили для нее по ее приказу. И вся эта ситуация, когда она приехала на 15 минут, и не снимая сапог, там, зашла в его спальню, ссунула ему этот паримач под нос отцу на его кровать, разбудила его, после совала ему на подписи эти бумаги, которых он, конечно же, не читал никогда. И убежден я в этом совершенно. Которая составляла, и даже не она, а ее адвокат, который совсем не в курсе всего этого дела, что тут происходит, и как тут, что, кто, что говорит, и как тут обстоят дела, он там где-то в отпуске загорает в Бразилии на другом полушарии. И вот он там составил весь этот пасквик, который прислал моей сестре, а та бросилась сейчас подписывать его у отца, чтобы это где-то выглядело как бы вот его уже, месть и негодование против меня, чтобы мне отомстить вот за моё интервью и за мою позицию, которую я высказал. То есть это манера, в которой Аннушка вела этот весь разговор, такая надменная, знаете, манера, что давай ты подписывай там и не вякай, быстро подписывай, что адвокаты мне мои сказали, вот, и что ты там ничего не понимаешь, всё равно, вот. Даже не хватает уже словарного запаса, чтобы описать вот все эти, всю ту манеру, в которой она вела эту беседу. И вот давайте послушаем теперь, как это выглядело на самом деле, этот разговор Аннышки де Луон со своим отцом, как происходило подписание этих бумаг. Из-за тебя я теперь каждый день по телевизору получаю по морде, во всех новостях, каждый божий день. Всё, теперь уже все всё знают, и Антони теперь передадут опеку над тобой, доволен? Слушай, надо что-то решать, надо что-то делать с ними. Подпиши теперь эти бумаги. Вот здесь подпиши. Адвокаты составили, надо с ними что-то делать, надо с ними что-то решать. Нет, это всё ложь. Он, адвокат, никогда с ним не разговаривал, он находится на другом полошарии, он сейчас в отпуске, он там лежит на пляже в Бразилии. Это всё то, что написано здесь от имени Долона, это всё как бы так виртуально и так вот. Уверен, что мой отец никогда такого и не говорил, потому что он и вовсе с огромным трудом сейчас говорит, как можно, чтобы он такие произносил, в действительности такие речи. И любопытно, дорогие зрители, что произошло позднее, что действительно сам адвокат Мэтр Айелла признался, публично признался в том, что он во время того, как выпускал вот эти все коммуникеи и представлял позицию Алина Долона, он совершал неправду, он был источником той неправды, генератором этой неправды, как он сам себя назвал. Вот посмотрите, как это было. Надо сказать, что уже знакомый вам мэтр Кристоф Айелла, теперь уже бывший адвокат Алина Долона и Аннушки Делон, которого дочь сняла с работы, сделал сенсационное заявление о том, что он был инициатором лыжи, что он искажал действительные слова своего клиента Алина Делона и в своих жалобах, которые подавал от его имени и от имени его дочери Аннушки Делон против ее брата Антонии, не раз допускал неправду, указывая там те слова, которых Алина Делон никогда не произносил в действительности. И, кстати, меня очень задело очень в этом его коммунике адвоката, когда он написал там от имени моего отца, что как будто бы я нарушаю его мир и добро нашей семьи и спокой нашей семьи. Ведь он совсем не знает ничего из нашего дела. Ведь я не воюю с нашим отцом. Это моя битва, это бой совсем не за деньги. Эта война не из-за денег. Эта война не из-за наследства. Эта война просто из-за того, чтобы воля моего отца была уважаема и соблюдена. И поэтому я нахожу отвратительным это коммунике адвоката, который, не зная Броду и не зная всей истории, начинает тут выстраивать от имени моего отца как будто такие патетические какие-то вещи. Это совершенно ужасно и неподобающе, на мой взгляд. Я так считаю. Да, еще и в этом коммунике написано, что эта Аннушка, она заботится о своем отце, но совсем не вы. Ну как же? Ведь в душе мой брат живет души. Я там бываю два раза в неделю, как минимум. Я там бываю то один, то вместе со своими детьми. И на протяжении всего этого времени, уже около года, мы все там, мы все время там. А вот она, она живет в Женеве. И, например, сейчас, на протяжении уже около месяца, ее там и духа не было. И я надеюсь, что с ней все в порядке, и там ничего она не заболела. Она даже не приехала на Новый год, на Рождество. Она после, она после сфотографировалась с газетой, выставила в Инстаграм старую фотографию с газетой отца, что как будто бы она, вот смотрите, так приличная дочь и любезная дочь, привезла отцу свежую газету, которой уже около двух лет. И понимаете, и все вот время от нее исходят вот эти всякие подтасовки, эти все манипуляции, это вранье, это все переделки. Она не желает ни одного раза, и не было такого никогда, чтобы она нормально сказала правду, ту, которая есть, с действительностью. А не выдумывала, не ретушировала, не манипулировала все подряд. Вы ведь там присутствовали и присутствуете со времени еще той аферы с Ируми, с того дела Ируми, когда изгоняли вот эту японскую сиделку. Да, совершенно верно. Вот я, но и кроме этого, я ведь еще и до Ируми, там, конечно же, был, несомненно. Но даже сама Ируми Ролян и то заботилась о моем отце гораздо больше, чем сама его дочь, чем моя сестра Аннушка Делун. И любопытно, что со всего, с всего аж того момента, когда возникла у нас эта драма с японской сиделкой, с Ируми Ролян, и я был вынужден обратиться в полицию, чтобы ее изгнать из нашего имения, из этого поместья, то Аннушка после этого всего еще ни разу не звонила нам, не звонила ни мне, ни моему брату, ни с кем не общалась на протяжении этого длительного времени. А вот эти фразы, которые указал адвокат Айела в своем коммунике, как будто бы они и звучат от имени вашего отца. Как вы к ним относитесь? Вы считаете, что ваш отец когда-либо мог произнести такие вещи, что Антони нарушает мир нашей семьи, нарушает мир и покой моей дочери? Да нет, это вранье полное. Отец никогда такого не произносил, я убежден, да и не мог произнести, потому что он сейчас в таком состоянии, которое совершенно не предполагает такие патетические речи. Все дело в том, что мэтр Айела, он адвокат, специализирующийся как раз на наследственном праве. И он вступил в это дело, познакомился с нами, с нашей семьей, еще как раз во время, был нанят нами, еще во время вот этой аферы Сэрумирулян, со времени изгнания этой японской сиделки. И поэтому, когда эта афера была завершена, а там не все происходило так гладко, он допустил то, чтобы нас обвиняли в краже, хотя никто из нас, конечно, никакой кражи не совершал, там даже наоборот было, у самой, во время обыска, у самой и Сэрумирулян нашли спрятанными в ванной комнате коробку, где было 100 тысяч евро наличными. И весь вопрос сейчас, не те ли это деньги, которые она у нас украла, у нашей семьи втихаря за все это время под разными предлогами, когда покупала там какие-то вещи, продукты или что, тем временем из-под тяжка вот присваивала вот эти деньги и себе собрала такую внушительную сумму. Но когда это все утихло, мы даже решили, я предложил, чтобы мы избавились от этого юриста, потому что он проявил некомпетентность, он не защитил нас так, как это подобает. Поэтому сейчас, когда я вижу, что этот же самый адвокат теперь уже занимается тем, что нужно заниматься переводом, перевозкой моего отца в Швейцарию, поскольку там это связано с низкой уплатой налогов, и пересчетом налоговой ставки, и трактованием как гражданина и как налогового резидента Швейцарии и так далее, я вижу, что у них уже заранее, у моей сестры и этого адвоката уже заранее были, был какой-то сговор, они уже заранее шли на то, чтобы вот все это подыграть и сделать все это по-своему, как сейчас мы все это видим. Антоний, и вот еще один важный вопрос. Вы говорили о том, что ваш отец уже все распределил в своем завещании и эти все, все свое богатство распределил в долях между вами, между своими детьми, но он подписал это завещание еще в 2019 году, поскольку хотел избежать той драмы, той борьбы и той драки, которая возникла насчет, известно всей Франции, насчет завещания Джонни Голидея, например. Вот. И как вы считаете, ваш отец достиг того эффекта? Его решение привело к тому, чтобы такого столкновения между его детьми относительно наследства не было. Как вы считаете, удалось ли у него это? Вот тут совершенно немножко в другом дело. Если вы вникнете в этот весь вопрос, то вы увидите, что на сегодняшнюю наша битва, весь этот скандал и моя борьба, она совсем не связана с деньгами. Мы не говорим, а никто не оспаривает из нас, ни я, ни другая сторона, никто не оспаривает само наследство, само завещание, которое подписано моим отцом. Мы говорим совершенно о другом, что следует уважать и относиться с огромным почтением и уважением к его последней воле, к его воле, касаемой не распределения денег между нами, а к его воле, касаемой где он хотел бы остаться сейчас и где он желал бы быть похороненным. Вот что. Поэтому, на мой взгляд, здесь никакой нет аналогии с той аферой в отношении Джонни Олидея, где именно спор шел между наследством, кому больше, кому меньше и так далее, и так далее. У нас же между нами, между Аннушкой, мной и братом, никаких споров на этот счет совершенно нет. Тут, напротив, как раз есть первое согласие и первая договоренность, от которой можно было бы и дальше выстраивать то согласие между нами. Но между нами нету самого главного. У нас нет общего уважения. Аннушка Делон противится тому, той политике, которой говорим мы и не уважает, из ее действий не следует, что она уважает решение и волю своего отца и хотела бы с ней согласиться и желала бы ее выполнить именно так, как того хотел бы сам мой лично отец. Она всякий раз старается это все перекроить, переделать, переманипулировать, переставить все именно на свой лад, на свою пользу. Но не заботиться о том, чтобы в доскональности выполнить именно то, что он говорит и что он желал бы на самом деле. И, конечно же, я, как вы говорите, мог бы здесь сделать все иначе. И, например, предупредить своего отца, что ты знаешь, я собираюсь вот подать, у меня такой конфликт с сестрой, она тебя хочет увезти, а я не хочу. Вот. И я собираюсь подать на нее в париматч, сделать заявление в париматч, интервью, подать на нее в суд и так далее, и так далее. И это бы привело к такому огромному стрессу и скандалу как раз именно внутри нашей семьи, не наружу, как сейчас говорят, что вы вынесли это все, а именно внутри нашей семьи, потому что, как вы знаете, он чрезвычайно чувствительный и чрезвычайно здесь тонкий иронимый в отношении вот этого всего дела. И это вся ситуация, если бы мы вынесли ее на его суд, и чтобы он рассудил тут и между нами этот спор и так далее, мы бы здесь его действительно сами поставили бы в экстремально тяжелое положение, и очень бы докучили бы ему вот этой своей драмой, этим своим ссором. Поэтому я и предпринял такой шаг, чтобы сделать это в правовом поле, не в эмоциональном поле внутри семьи, не отягощать его, того человека, который не в состоянии уже выдержать эмоциональную нагрузку подобного рода, и она может, ввиду его состояния, не дай бог, перегрузить весы, и как-то чем-то другим завершиться нежелательным для нас. Поэтому я и выбрал правовое поле, чтобы мы здесь с моей сестрой не воевали за столом, не кричали ни истериками, добивались своего преимущества каждый ни криками и ни скандалами за семейным столом или там где, а именно в правовом поле цивилизованно и эффективно, самое главное, чтобы это было всегда ни криками, ни подсовывали друг другу охранников, ни натравливали друг друга, чьи охранники сильнее других и так далее, так далее, так далее, а чтобы мы в правовом поле решили эту ситуацию и спокойно, и взвешенно, чтобы другие лица, суд и судья, и правоохранительные органы, они свободны от этого эмоционального накала, который, возможно, существует у нас, и могут с холодной головой и хладнокровно расценить здесь именно с точки зрения закона и с точки зрения соблюдения этики морали, кто же из нас прав и чья позиция больше находится в согласии с законом и с теми нормами моральными и этическими, которые существуют в нашем обществе. Субтитры создавал DimaTorzok